приветствую вас подписчики и гости нашего канала деревенская жизнь семьи зуевых сегодня хотел бы этот видеоролик посвятить замене ведущей звездочки на бензопиле штиль 180 сложного здесь ничего нету профессионалы могут даже это не смотреть просто пройти мимо а новичок которые впервые сталкиваются с обслуживанием бензопилы или замена расходников каких-то может остановиться и посмотреть здесь работаю ну на несколько минут чтобы заменить эту звездочку как в предыдущем видео я уже говорил что звездочка уже совсем износилась там уже все зубья все в общем стерлись цель просто проскакивает поэтому сегодня я зашел магазин купил звездочку ведущую вот такая вот фирма форза это фирмское производство перми выпускает эти звездочки вообще там перми мотоблоки выпуская сейчас на этом заводе и видимо запчасти ставить понятно что эта звездочка не оригинал не из германии наша российская советская но будем исходить из того что имеем цена у нее 350 рублей вот я и сейчас приобрел в наборе имеется вот сама звездочка вот такая вот и соответственно подшипник роликовый подшипник сейчас я буду это все делать для начала нам нужно снять шину открутить крышку так затем даже нужно достать вот этот вот эту шайбу стопорную это занимает пару секунд все снимаем верхнюю шайбу и достаем звездочку вот мы достал я достал звездочку вот у нее какой износ звездочка уже износилась вот здесь такие внутренности это муфта что мы делаем подшипник еще нормальный старый его можно уже еще пока оставить ну вот звездочку он идеально подходит вот на улице сейчас мороз минус 25 поэтому немножко все так задубела здесь конечно подшипник нужно желательно смазать но я его в дэшкой побрызгают пока вы дэшкой побрызгают надеваю подшипник на вал ведущий обратно и затем одеваем сверху звездочку все звездочка стоит снова одеваем шайбу и фиксируем это дело стопорной шайбой шайбой возвращаем все назад вот и все звездочка поменена заняло не более двух трех минут ну и ставим обратно шину с цепочкой так как звездочка новая нужно цепочку немножко ослабить для этого берем просто откручиваем винт натяжение цепи немножко назад сдвигаем штифт чтобы одеть так так крышку сразу почищу на крышке вот столько опила надо все это почистить и так крышечку мы почистили и ставим ее на место закручиваем гайки затем гаечки надо немножко так до упора затянуть легкого упора потому что нужно будет подтянуть цепочку вот так вот теперь нужно натянуть цепочку но цепочку натягиваем следующим образом опять этот винт натяжения начинаем закручивать обратно и цепочка вот сейчас она провисла и по мере закручивания цепь начнет натягиваться вот мы видим цепь уже натягивается сильно цепь тоже нельзя перетягивать иначе цепь очень быстро вытянется ну и подшипник это вот здесь вот на шине быстро полетит подшипник примерно так вот я на сантиметр с небольшим усилием цепь подтягивается это нормально так все теперь дотягиваем гайки на крышке до упора сильно конечно не нужно тянуть без фанатизма так закрутили все готово и еще один момент хотел бы рассказать если вдруг у вас на пиле ну порвался воздушный фильтр или там вообще он уже никуда не годный то его можно заменить простым поролончиком можно даже не покупать в магазине стратить деньги если вдруг у вас есть тоненький поролончик ну каким образом я сделал вот сейчас показываю снимаем крышку сняли крышку вот воздушный фильтр тот старый уже порвался у меня он уже отходил почти 9 лет я взял короче старый поролончик вот такой вот вырезал из него по размеру окна для воздушного фильтра и таким образом чуть чуть больше с запасом чтобы вот крышка она вот эти края чтобы крышка немножко упиралась в поролон чтобы не было подсоса воздуха с этого лишнего минуя фильтр чтобы не было и все сюда одеваем вот так вот закрываем обратно крышку фиксируем и все пила готова к работе уже можно не опасаться что в цилиндр попадет пыль грязь там или еще что-то мусор всякий поролончик он хорошо пропускает воздух без проблем пила работает нормально без провалов без всего теперь будем запускать ну вот пила работает цепь не проскальзывает натянута нормально соблюдайте меры безопасности при работе с бензоэлектроинструментом всегда пользуйтесь защитными устройствами защитными перчатками очками если это необходимо на этом я завершаю свое видео если кому-то это было полезно подписывайтесь на наш канал подписывайтесь на наш канал подписывайтесь на наш канал оцените наш труд ставьте лайки ну и всех вам благ всего доброго пока